Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! В 5 воскресенье Великого Поста Церковь отмечает память преподобной Марии Египетской. Владыка, вот какие уроки мы можем извлечь для себя из жития преподобной Марии Египетской? Ну, житие каждого угодника Божьего назидательно для христианина. Но, наверное, житие преподобной Марии Египетской едва ли не самое назидательное из всех остальных. Недаром Церковь положила его читать во время богослужения, и недаром Церковь сохранила это чтение до сегодняшнего дня. Когда-то в древности жития празднуемых святых всегда читались за богослужениями на каждый день года. Но постепенно этот обычай ушел в небытие, и даже в самых благоустроенных обителях он не соблюдается. А вот жизнеописание Марии Египетской читается на посвященной ей службе во всех абсолютно храмах православных на протяжении уже почти полутора тысяч лет. Это действительно удивительный пример, образец того, что человек, как бы низко он не пал, в какие бы бездны греха он не сошел, всегда может не покаяться и, покаявшись, исправить свою жизнь. – Рука Моисеева, да уверит те о душе, сказано в Великом каноне преподобного Андрея Критского, как и может Бог прокаженное житие убелите и очистите. То есть вот вспоминается образ Моисея, рука которого покрылась проказой, и по мгновению Божией тут же исцелилась от нее. Проказа – страшная болезнь. В те далекие времена, наверное, мало что было страшнее проказа для человека. И даже от проказа Господь может очистить человека, и в том числе и от проказа душевной. Конечно же, житие преподобной Марии Египетской показывает нам всю глубину падения, бездну падения. Нет такой бездны, в которой бы не может падать человек, любой абсолютно. Это одна из таких вот истин христианства. И в то же время нет такой бездны греха, которая не может бы победить Божие человеколюбие. Господь может извлечь из любой бездны человека, который кается и стремится к нему возвратиться. И вот образ преподобной Марии Египетской, он такой очень любим церковью. Это очень такой воодушевляющий пример для каждого христианина. Именно поэтому церковь несколько раз празднует память преподобной. Это и во время чтения Великого канона, это и Пятое воскресенье Великого поста, которое именно ей посвящено. Но это память вмене и под числом, которая также мы вспоминаем, эту удивительную святую, покаяние которой является образцом для каждого из нас. Почему же всё-таки сила покаяния показывается на примерах великих грешников? – Ну, наверное, потому что это контраст. На контрасте всегда видно. Это как бы такое яркое, такое плакатное, если можно так выразиться, изображение. Оно показывает, что нет предела Божьему милосердию. Дело в том, что грех, когда человек его совершает, имеет такую особенность. Человек, согрешив, начинает унывать и отчаиваться в Божьем милосердии. Человек считает, что поскольку я такой грешник, то уже бесполезно просить о чём-то Бога, бесполезно каяться. Ну уж буду жить, как живётся. Это на самом деле мы все, наверное, в себе когда-то это слышали, это видели, переживали такое чувство. Но его церковь говорит, что нет ничего подобного, нет такого греха, который победил бы божественное человеколюбие и желание Бога, чтобы каждый человек бы получил спасение. – Вот, кстати, покаяние и исповедь, они отличаются? Это одно и то же? – Это и одно и то же, и здесь есть небольшая разница. Собственно говоря, исповедь называется таинство, которое совершается, таинство покаяния, которое совершается при определённых действиях священника и человека, кающегося. Исповедь – это обязательное условие покаяния. И преподобная Мария тоже исповедовалась и причастилась после того, как осознала свой грех. И для каждого из нас исповедь – это необходимое условие покаяния. А, собственно, покаяние – это изменение человеком в своей жизни. Если человек просто говорит, вы знаете, я вот такую вот гадость сделал, да, вот то-то, 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 и пошёл дальше делать те же самые гадости – это не покаяние. Может быть, у него было какое-то мимолётное чувство раскаяния, да, бывает так, что человек ходит, ходит и говорит, да, всё-таки я вот что-то не то делаю. И всегда продолжает это делать. Это не покаяние. Покаяние – это когда человек вступает на путь изменения своей жизни, когда человек полагает твёрдую решимость прекратить греховный образ жизни. Как преподобная Мария, она вот поняла, почему её Матерь Божия не пустила в Иерусалимский храм, и она решила полностью изменить свою жизнь и для этого уйти из мира. Она понимала, что она, находясь в миру, через какое-то время она перестанет чувствовать вот это раскаяние, её как бы решимость постепенно погаснет, и в ко мне возможно, что всё вернётся на круги своя. И поэтому она уходит из мира, уходит в пустыню для того, чтобы предаться там вот такому деятельному покаянию, да, исправлению самой себя. Это очень сложно. Грех, страсти, чувственность, чувства, они срастаются с природой человека. Вот 17 лет провела преподобная Мария в пустыне и вела очень такой жестокий образ жизни. И всё время она очень много претерпела, прежде чем вот эти вот грехи и страсти, которые владели ей, её отпустили. Ну, а подобные вот случаи покаяния есть в наше время? Я думаю, что да. Я думаю, что да. Они неизвестны так вот, и они не обязательно будут выражаться в том, что человек уйдёт в пустыню куда-то, да. Но я думаю, что да, потому что вообще мир стоит до тех пор, пока люди приходят к Богу. А приход человека к Богу чаще всего случается именно через покаяние. Ну, сегодня сложно представить, чтобы человек ушёл в пустыню, чтобы покаяться. Вот как современному человеку принести плод покаяния? Видите ли, в пустыне ведь это не только в буквальном смысле слова можно уйти в пустыню, отказавшись внутренне, отказавшись от тех соблазнов мира, от его искушений, развлечений, которые он предоставляет человеку. И изменить свою жизнь, находясь, живя в обычном мире и, в общем-то, не оставляя даже своих обязанностей, которые у тебя есть. Я думаю, что это чаще всего случается. Преподобная Мария – это образ такого максимального, может быть, проявления вот этого покаянного чувства, исправления человеком в своей жизни. Я думаю, что есть много путей. На самом деле, путей столько, сколько людей на свете. Для каждого человека путь к Богу особенный, потому что мы все разные, у нас разная совершенно наша природа, наши какие-то особенности нашей жизни, нашего устроения. И поэтому, я думаю, сколько людей, столько путей к Богу и путей покаяния. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Симбирская епархия Сегодня состоялся второй заключительный финальный этап Олимпиады Воскресных школ по знанию церковно-славянского языка, закона Божия. То есть сначала, на первом этапе, в каждой воскресной школе все дети писали, опять же, работы. И вот лучшие участники от каждой воскресной школы, то есть по одному участнику от старшей возрастной группы, от младшей возрастной группы, сейчас здесь писали финальный этап. Участниками финала стали победители приходского этапа конкурса из двух епархий – Симбирской и Меликесской. 22 ребенка из 17 воскресных школ прибыли на второй заключительный этап в духовно-просветительский центр «Апостол». Перед началом конкурса дети помолились и получили благословение священника. Затем ребятам раздали листы с конкурсными заданиями. Участники должны были продемонстрировать свои знания Ветхого и Нового Заветов, ответить на вопросы раздела «Духовная жизнь» и заполнить ответами блок по церковно-славянскому языку. После того, как все дети написали и сдали свои работы, члены жюри приступили к подсчету баллов. Я готовилась, я читала дополнительные книги «Новый Завет», «Ветхий Завет», читала в словарях, смотрела некоторые слова, которые мне непонятны. Задания были не такие уж и сложные, но достаточно каверзные. Мне больше всего нравится то, что со мной участвуют не только я, но и другие люди, потому что есть на кого равняться. Церемония награждения прошла в храме в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Победители и участники получили грамоты, кубки, подарки и ценные призы из рук митрополита Симбирского и Новоспадского Лонгина. Я хотел бы поздравить ребят, родителей и преподавателей воскресных школ, чьими трудами достигнут такое большое количество победителей. И пожелать всем и дальше трудиться во славу Божию для того, чтобы наше подрастающее поколение воспринимало бы церковную веру, церковное богослужение и церковную жизнь, которая стала бы их собственной жизнью. В числе победителей оказались воскресные школы «Зернышко» при Кафедральном Спасовознесенском соборе, Благовестник при храме в честь Благовещения Пресвятой Богородицы и воскресная школа Казанского храма рабочего поселка Новая Майна Меликесской епархии. Главным призом для них стали магнитные доски для учебного класса. Мы очень рады, довольны. В этом году оба наших учащихся заняли первое место. И школа в общем зачете заняла первое место. Конечно, это благодаря труду наших педагогов Ольги Дмитриевны Мельниковой и Татьяны Валерьевны. Все старались, наши педагоги. Мы хотим также выразить большую благодарность всем тем, кто организовывает это мероприятие. Оно проходит в праздничной атмосфере. Мы с радостью приходим, встречаемся здесь. Следующая седьмая по счету Олимпиада воскресных школ пройдет через год. Время на подготовку есть, но главное, чтобы процесс обучения заставлял удовольствие детям. Не менее важно, чтобы полученные знания ребята пронесли через всю жизнь. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Нам часто задают вопросы. Вот совсем недавно был задан такой интересный вопрос, касающийся поста. Как вы знаете, сейчас идет Великий пост, время Святой Четыридесятницы. Это определенный пост, который налагает определенные ограничения. Даже те ограничения, которые касаются нашей пищи, они довольно-таки строгие. Поэтому пост является великим. Он называется великим не только потому, что он продолжительностью больше других постов, но и потому, что он очень строг. И вот такой интересный вопрос возник у одного человека. Есть ли смысл поститься, если, предположим, человек весь пост был в нерадении? По каким-то причинам, может быть, были бы хорошие причины, какие-то положительные, что человек приболел или еще что-то. Человек не смог пропаститься весь пост. И вот наступает Страстная Седмица, посвященная страданиям Господа нашего Иисуса Христа. И человек хотел бы попаститься и, как бы сказать, достойно встретить Пасху. Есть ли смысл в этом коротком посте, если ты не постился весь Великий пост? Но на самом деле любой наш плодик, даже самый маленький, всегда принимается Христом. Для одного человека не составляет труда пропаститься весь пост без масла. Другому очень тяжело отказаться даже от молочной пищи. Для него это плодик определенный. Также и касаемо поста. Конечно, в идеале мы должны весь пост отвести от самого начала до самого последнего дня предшествующего Пасхи, то есть до Великой Субботы. Но силы и обстоятельства у всех разные. Поэтому Господь всегда с радостью примет даже нашу маленькую жертву. И если у вас есть возможность, желание попаститься в Страстную Седмицу, это очень хорошо. Если мы вспомним знаменитое послание святителя Иоанна Златоустого, которое мы читаем на пасхальной утренней, там говорится о том, что пускай в радость Господа Иисуса Христа, который воскресный, не придут все, и постящиеся, не постившиеся. То есть Иоанн Златоуст даже говорит о том, что ты можешь принести маленькую жертву, и Господь примет эту жертву. Главное только, чтобы она шла от сердца. Поэтому даже в самом маленьком посте есть подик. В самом маленьком посте есть смысл. И в самом маленьком посте есть возможность для того, чтобы проявить свою любовь к Господу нашему Иисусу Христу. Здравствуйте. К нам в редакцию поступил следующий вопрос. У меня день рождения выпадает на Великий пост. Придут родственники. Они не выцерковленные, и они не поймут, если я откажусь их принять. Не грех ли отмечать день рождения во время поста? Радоваться, поздравлять именинника, дарить подарки, желать ему всех благ, о том числе и материальных. Разрешается ли праздничное застолье, в принципе, даже если меню будет постным? Такая ситуация происходит очень часто в оцерковленных семьях, где люди воцерковлены, но их родственники не понимают и не хотят понимать традиции церкви. И зачастую, чтобы их не обидеть, воцерковленные люди, если уж совсем никак они не могут отказаться от празднования с днём рождения, накрывают стол. Накрывают стол постный, и своим друзьям, своим родственникам это объясняют. И, естественно, это застолье не такое, наверное, пышное, не такое праздничное, как оно могло бы быть вне Великого Поста, но в любом случае обижать своих родственников нельзя. Если из этой ситуации не выйти никак, кроме того, чтобы собрать небольшой домашний постный стол, то это дозволяется. В каком возрасте детям пора исповедоваться перед причастием? Как настроить ребёнка на исповедь? И кое она должна быть? Ведь понятие греха у детей не сформировано в полном мире. Как часто нужно исповедоваться детям? И что делать, если ребёнок не хочет идти на исповедь? В православной церкви христианской есть традиция начала исповедей детей с 7-летнего возраста. До этого возраста дети считаются младенцами, и они не участвуют в таинстве исповеди. Но это не значит, что ребёнку ни в коем разе не нужно объяснять о его каких-то неправильных поступках. С ребёнком нужно вести диалог с того момента, как он начинает понимать, что вокруг него происходит. И что для него причастие было не просто прийти, подойти к чаше и непонятное какое-то действие. Он должен постепенно вникать в то, что он делает. Он должен постепенно воцероковляться. Это не должно на его плечи рухаться сразу с 7-летнего возраста, что пришёл, и только полностью ставишь службу, и сразу же тебе нужно вычесть всё правило. Это всё приходит к ребёнку постепенно. И подготовить к исповеди. И вот так же надо постепенно с его младенчества, чтобы он начинал понимать, что его неправильные поступки в отношении окружающих у людей – это и есть грех, который он должен пороть себе, который он должен исправить себе, в котором он должен покаяться. Храм во имя трёх святителей находится в самом центре Ульяновском. От главной магистрали города, улицы Гончарова, его отделяет лишь один ряд старинных домов – ровесников храмовой колокольни. Звон её колоколов время от времени разносится над городом, заглушая автомобильный рёв. Вид храмового комплекса в тесном дворике поражает. Величественное краснокирпичное здание храма в несколько ярусов со старинной колокольней возвышается за ажурными коваными воротами над безбожными зданиями кафе и офисов. В этом году исполнится 10 лет с того момента, как в храме во имя трёх святителей проходят богослужения. Это бывший семинарский храм. Вот то, что здание, которое стоит перед нами, это бывшая Сибирская духовная семинария. Вот здесь проходило воспитание нового поколения пастырей. Вот оно здесь воспитывалось. И вот мы пытаемся и здесь сегодня, как бы уже не в таком объёме, но как бы воспитывать новое поколение христиан. История храма тесно переплетена с историей семинарии, основанной в Симбирске в 1840 году. Первые 14 лет своего существования Симбирская духовная семинария не имела своего храма, и семинаристы ходили в ближайший Спасовознесенский собор. В 1841 году во дворе на месте каретников была построена ученическая столовая, а в 1853 году при епископе Феодотии эта столовая была перестроена и обращена в храм, который был освящен во имя святителя Петра Митрополита Московского. После пожара 1864 года храм был восстановлен и освящен в 1870 году во имя трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. С этой церковью были связаны имена художников Кузыревского и Огонь Дагановского, Пластова и Архангельского. Семинарская церковь была закрыта в 1918 году. Долгие годы здание семинарского храма было в запустении. С 1960 и по 1996 годы там располагалась скульптурная мастерская художественного фонда. Потом здание храма было передано Русской Православной Церкви. В том же 1996 году настоятелем храма был назначен протеерей Николай Косых. Священник в третьем поколении, родом из Тамбовской области. Сразу после окончания московской семинарии он приехал в Ульяновск. Это было ещё время Советского Союза. И тогда с трудом покойный митрополитан с ночи выбил здесь штатное место. Мне предложили поехать сюда. И как бы вначале думал, что временно. Здесь вот сейчас немного, потом может быть на родину вернусь, но как получилось. Оказывается, всегда правопоговорка нет ничего более постоянного, чем временные. 35 лет я уже здесь нахожусь в Ульяновске и несу своё пастырское служение. Отец Николай сначала хотел восстановить старый храм. Несколько раз его осматривали, приглашали главного архитектора Ульяновска Вячеслава Некрасова, советовались со строителями. В старом здании были трещины, помещение ни разу не ремонтировалось. Из-за сильной ветхости стен его пришлось демонтировать. От прежней семинарской церкви осталась только колокольня, построенная в 1893 году. Когда вначале нам передали этот храм, этот храм был в большом запустении. И надо было делать его реконструкцией. Реконструкция, на что предусматривает снос какой-то части ветхого здания. Так как стены нас до такой степени сгнили, что можно рукой было просто спокойно взять и процарапать наружу. Поэтому мы ту ветхую часть, которая сгнилась, снесли, а вот на этом месте поставили вот это новое здание. Пока храм строился в 10 метрах от него, решили установить временный деревянный храм. В 1996 году, 21 ноября, перед алтарем бывшей домовой церкви-семинарии состоялась закладка небольшой деревянной церкви во имя архистратига Михаила. Уже в феврале 1997 года в храме состоялась первая литургия. Спустя несколько лет здесь случилось чудо. В начале 2000-х годов вот эта старинная икона, статистик Божия Михаила, она у нас мироточила. Как-то пришли рабочие, работники храма, открыли двери, зашли, а икона вся покрытая миром. Позвонили Владыке Проколу, Владыка Проколу приехал, обследовала, посмотрела, нет ли какого подлога, сказал, да, она мироточит. И вот она у нас стояла, наверное, где-то неделю, и мы неделю читали перед ней о капельстве. Начиная с 1998 года на месте демонтированного начались строительные работы по возведению нового и более величественного храма. Он строился сначала на средства прихожан Михаила Архангельского храма. Проект был составлен главным архитектором города Вячеславом Некрасовым. В конце мая 2001 года архиепископ Прокол осветил место под строительство храма и заложил первый камень, черный камень с частичками мощей. А осенью 2004 года над городом засияли купала храма. Вместе с храмом росли три сына отца Николая. Самое главное воспитание – это твой личный пример. Если ты ходишь в храм, если ты живешь храмом, если ты всю свою семью аккумулируешь вокруг храма, то и дети тянутся к храму. На детство моих детей попало строительство храма. Они с детства были здесь. Даже будучи такими маленькими, носили кирпичи, помогали, что-то как-то все вокруг, все крутилось вокруг этого храма. 2 апреля 2010 года в Великую Пятницу храм в честь трех святителей обрел свой голос. Настоятель храма Протеерей Николай Косых осветил колокола. На колокольне была установлена система электронного управления колоколами, звонить в которые можно как вручную, так и с помощью пульта управления. Тогда это была первая подобная установка в Симбирской епархии. За несколько дней до официальной церемонии освящения самого храма отец Николай торопился установить первые два ряда иконостаса. Он был изготовлен из темных пород дерева. В первом ряду справа храмовая икона трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Как правило, этим вселенским учителям молятся о хорошей учебе. Что, собственно, и делали прежде семинаристы. Также считается, что икона трех святителей помогает укрепиться в истинной вере и обратить в нее иноверцев и тех, кто поддался еретическим заблуждениям. Также помогает в избавлении как от различных физических недугов, так и от недугов душевных, особенно отчаяния. 25 декабря 2011 года архиепископ Симбирский Меликетский Прокл осветил храм трех святителей и совершил первую за 90 лет божественную литургию. После 13 лет строительства и ожиданий распахнулись двери для прихожан. А деревянный храм архангела Михаила перенесли в северную часть города и установили рядом с Парком Победы. С годами храм трех святителей наполнялся святынями. Так, с левой стороны от входа находится икона с частичками мощей великомученика-целителя Пантелеймона. Имя святого призывается предсовершение таинства елеосвящения, освящение воды и молитве о немощном. Далее по этой же стене следует икона тоже с мощами преподобного Серафима Саровского. Перед иконой ко святому угоднику обращаются за помощью в душевном и физическом исцелении. Здесь вот икона с мощами священномученика Харлампия. Священномученик Харлампий перед смертью молился так, что там, где будут мои мощи, чтобы там было благоденствие. Вот будем надеяться, что священномученик Харлампий и отгонит от нас всякие поветрия и сделает богоденствие в нашем городе. На противоположной стене икона с мощами святителя Николая, одного из самых почитаемых святых в православном мире. С древности считалось, что Николай Чудотворец помогает морякам и другим путешествующим, купцам, несправедливо осужденным и детям. Рядом располагается икона с мощами святителя Луки Крымского, великого исповедника веры Христовой и выдающегося хирурга, спасшего тысячи душ и тысячи жизней. Известно, что Валентин Война-Ясенецкий, будущий архиепископ Лука, 10 месяцев в 1905 году работал земским врачом в Симбирской губернии. Здесь же находятся иконы с частичками мощей Блаженной Матроны Московской. Тысячи людей, молившиеся перед этой иконой с чистыми помыслами, глубокой искренней верой, получали помощь и утешение. Многие отмечают, что нет такой просьбы, на которую не откликнулась бы святая. Храм поражает своей красотой, величественностью и соразмерностью линий. Все здесь делается с любовью и наполнено любовью к Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...